Ну что, друзья, встречаем очередное видео, у нас очередная новинка, как в других видео говорил, что компания Ikamura в 2020 году линейка огромная, поэтому мы продолжаем снимать новые скутеры-электросамокаты от данного производителя Ikamura, и в данном видео встречайте Ikamura G 2020 года. Поехали! Ну что, друзья, Ikamura G, полноприводный самокат с мощностью 4000 ватт, каждый мотор у нас идет с вами по 2000 ватт, 60 вольтовый, емкость аккумулятора составляет у нас с вами по заявлению производителя 32 ампер часа, элементы 21700, контроллеры у нас с вами стоят синусные, 40 ампер, максимальная скорость по заявлению производителя 70-75 километров и пробег на одной зарядке, учитывая того, что ее емкость, которую озвучил, составляет до 70 километров. Но, опять же, как я говорил в других видео и раньше, что многое зависит от многих факторов пробега и скорости, это как и вес райдера, манера, из-за места, по которым вы будете кататься, да, то есть если вы устраиваете триал, там, газ в пол, то, конечно, пробег будет поменьше. Что хочется сказать на данном самокате? Данный самокат у нас идет с вами, как я сказал, полноприводный, 11-дюймовые колеса пневматические надувные, по умолчанию он поставляется с такой грязевой покрышкой, грязевыми покрышками. Достаточно высокий клиренс, широкая, удобная дека, очень подойдет для поездки по пересеченной местности. В этом видео, кстати, не переключайтесь, смотрите до конца, будем месить на нем достаточно много, как говорится, и грязи в том числе, да, то есть поэтому покажем, как он у нас справляется. Немножко забегу наперед, мощности в этом самокате достаточно очень много, мы даже на некоторые горки не могли заехать в силу того, что не из-за того, что не хватало мощности, а из-за того, что мощность была, такой большой, что он просто закапывался, да, то есть поэтому на самом деле самокат заслужит внимания в сфере электросамокатов, да, то есть и мы с вами поговорим и посмотрим это на видео обязательно. Что касаемо, хочется поговорить сразу же о его системе рулевой части, о системе управления. Если мы обратим внимание, рулевая колонка у нас идет с вами, напоминает чем-то, часть это Ультрон Т128 по стилистике, но он из-за такой выглядит дуговой стиле. И снизу у нас идет с вами такая мотовилка. То есть, в принципе, мотовилка себя зарекомендовала достаточно неплохо, что касаемо появления воблинга, он, возможно, минимален, поэтому здесь можно смело ездить и кататься, не боясь появления воблинга. Но, опять же, всегда нужно, друзья, кататься за головой аккуратнее, да, то есть и смотреть вперед, да, то есть и обязательно рекомендую, друзья, не забывать о защите, потому что сам катаюсь, сам езжу, сам люблю электротранспорт, поэтому всегда защита, это, в первую очередь, ваша безопасность. Давайте с вами поговорим о подвеске. Подвеска у нас с вами идет, передняя вилка на скелетном формате, да, то есть, обратите внимание, отрабатывает очень хорошо, ничего не пробивает. Вот, видите, прыгаю. Задняя часть у нас идет с вами пружина, две пружины. Клиренс, как и говорил, достаточно высокий, проходимость хорошая. Ну, а как он будет себя вести на дороге, и, скажем так, в дальнейших езде покажет только время, безусловно, но самокат очень достойный. Единственное, что, скажем так, не понравилось, как и на одной из моделей Yicomor, которую снимал ранее, это крылья. Ну, в принципе, насчет крыльев, здесь, к сожалению, большому, 99, наверное, процентов производителей, да, то есть, здесь не дорабатывают, и крылья, конечно, заслуживают отдельного внимания и доработок. Это неважно даже, в принципе, о каком производителе мы будем с вами говорить. Yicomor, Ultron, там, Dualtron, неважно, везде нужно с крыльями дорабатывать. Здесь вы видите, да, крыло стильно, все красиво, но при этом колесо у нас выпирает, все будет лететь вам на ноги, на спину. Передняя часть, в принципе, тоже короткая, поэтому с крыльями надо немножко поработать. Давайте с вами поговорим о системе, тормозной системе, рулевой части. Руль у нас с вами здесь не регулируется по высоте, в принципе, руль, высота стандартная, подойдет человеку с ростовкой до 2 метров, 2-2,05 примерно ростовка, то есть, будет комфортно человеку ездить. Минимальная ростовка от 160-165 сантиметров. Руль у нас с вами идет обычного велосипедного формата, то есть, он не складной, но при этом, соответственно, вопрос появления люфта, здесь он минимален. Вольтметра здесь нет, поэтому здесь бы я, конечно, добавил бы вольтметр. Так что, если кому-то нужно обращаться в наш магазин, мы можем поставить дополнительную опцию вольтметр без проблем. Давайте поговорим слева направо, перейдем. С левой стороны у нас с вами идут стандартные грипсы. Кстати, грипсы, что касаемо, как и говорил в предыдущих видео, очень удобные. Здесь у нас идет с регулировкой. Можно зажимать, здесь у нас немножко он прокручивается, видимо, не дожат на заводе. То есть, здесь мы с вами подкручиваем, зажимаем, и, соответственно, прокрутка какая-то у нас практически невозможна. Здесь просто, видите, не отрегулирован изначально завода. Вот, просто шестигранчиком потянули здесь, здесь, и у вас все зажато. Итак, здесь у нас с вами систему управления, блок управления светом. Включаем свет и электронный сигнал. С правой стороны у нас идет с вами бортовой компьютер. Бортовой компьютер у нас с тремя режимами скорости. Одометр, пробег, текущий общий пробег. Вольтаж показывает, а и блок управления полного привода. Сингл и эко-режим. Система торможения у нас с вами идет штатная по умолчанию гидравлическая система торможения. Гидравлика, в принципе, среди самокатчиков, она, на самом деле, вещь намного лучше, вы сами прекрасно знаете, чем механика. Ну, и на таких полнопривных самокатах, на самом деле, нужно ставить всегда по умолчанию гидравлику. И я надеюсь, что, на самом деле, вообще сфера электротранспорта, электросамокатов на дальнейшем, да, то есть, по умолчанию будет везде ставить гидравлика. Потому что, то же самое, там, бустер, это же бустер у Куга, да, то есть, он идет на механике, не пойму, хотя, на самом деле, нужно по умолчанию так же ставить гидравлическую систему. Итак, по тормозам мы с вами поговорили. Сейчас замерим габариты. Обратим внимание на освещение давайте с вами. Освещение у нас с вами передняя фара идет диодная. Такие шесть диодных лампочек идет. И сзади у нас с вами имеются два стопоря. В виде габаритов они не горят, то есть, у нас получается только отрабатка, как стопори. Друзья, на самом деле, хочется быстрее на нем проехаться, посмотреть, поделиться с вами побольше. Стараемся сейчас, знаете, на такое немножко видео переходить больше поездок, больше тест-драйва. Поэтому, друзья, я хотел бы как раз от вас получить обратную связь. Оставьте, пожалуйста, комментарий, какого формата видео вы хотели бы видеть. Потому что, повторюсь, что мы снимаем специально все для вас, чтобы вы имели представление максимально о самокатах, любом электротранспорте. Поэтому хотелось бы от вас получить обратную связь. Будьте любезны, оставьте комментарий, пожалуйста, поддержите нас лайком. Снимаем, повторюсь, специально для вас, делимся своими впечатлениями, своим мнением. Итак, что говоря о складном механизме. Складной механизм у нас с вами идет стандартного типа. Здесь не обращайте внимания, касаемо, что грязный самокат, потому что мы уже на нем погоняли достаточно хорошо. Вот сейчас дальше еще будем гонять. Складной механизм по заявлению производителя вообще самокат выдержит до 150 килограмм. Обратите внимание, что у нас здесь с вами идет, кстати, два гнезда для зарядного устройства. То есть по умолчанию у нас с вами идет в комплекте одно зарядное устройство. С одной зарядкой мы с вами будем заряжать в районе где-то 15 часов. Но если докупить второе зарядное устройство, соответственно, у нас в два раза уменьшится количество времени зарядки. И заряжаться будет в районе 7-8 часов. Кстати, компания здесь и Камура добавила. Очень удобно, что колесики такие, передней части. То есть, когда мы складываем, мы можем его приподнимая за ручку. Ну, конечно, касаемо ручки, здесь не особо она удобна, потому что сюда заходит, там у меня, не знаю, три пальца, все больше не заходит. Но, тем не менее, можно, чтобы деку не царапать, ставить на колесики, либо там повести немножко. Вот она же используется, как и опора для ноги. Кстати, угол наклона здесь немножко получше, по мне, нежели если мы снимали на ультру, как с вами предыдущее видео, и кому-то смотрел ультра. Там, конечно, угол наклона был выше, и нога, вот если мы с вами едем, вот я лично ехал минут 15, наверное, и уже нога затекала, то есть, некомфортно было. Здесь же это реализовано достаточно, угол наклона достойный, хороший, удобный, поэтому здесь ребята молодцы. Ну что, друзья, поедем, наверное, с вами покатаемся, посмотрим. Поехали! Я снимаю, конечно. Стой! Да ладно! Здесь это только ходом, потому что он закапывается. Можешь попробовать? Да. Да, пробуй. Все, видите, что он встает. Ну, его не хватает, ему мощности крутящего. Ну, его не хватает. Да. Ну, его не хватает. 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 я тебе скажу я сам тут закапываюсь здесь тоже корень решает Ну ты штурма сдержишь? Слушай, ну выглядит вообще нормально. Вообще, да, тебе еще резиду грязевую? Ну да, еще ващество, что там просто на луктурность корень большой, и ты все забуксовала. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, давайте измерим с вами длину байка, ой байка самоката, прошу прощения. 130 сантиметров, это у нас с вами длина. Высота у нас с вами, круг регулируется на угол наклона, то есть у нас с вами выходит 133 сантиметра. И ширина руля 61,5 сантиметра. Что касаемо деки, полезная площадь на деке у нас с вами выходит 50 сантиметров. Ширина 25 сантиметров. Давайте используем клиренс. Измерим клиренс. Используем клиренс. Так, клиренс у нас с вами 14 сантиметров получается. Ну что, друзья, сняли мы с вами видеообзор на Ecomore G 2020 года. Уделились с вами поездкой, замером скорости максимальной. Итак, для нас, для вас, наши дорогие подписчики, от меня лично, от нашего магазина, подарок. Это первым пяти клиентам, обратишься, даже давайте не пяти, а первым десяти клиентам, обратишься, после просмотра этого видео, в наш магазин по приобретению данного самоката. Гидроизоляция идет в подарок. Поэтому, друзья, успейте купить по акции с подарками данный самокат. Ну а мы вас ждем на тест-драйве. Приезжайте на тест-драйв. Тест-драйв вы можете привезти у нас в магазине. Мы находимся по адресу метро 95 года, торговый центр электроника на Пресне. Это 200 метров от метро. Большой выбор современных электроустройств на любой вкус. Это самокаты, гироскутеры, мотоциклы, электробайки, электроскутеры. С вами был Станислав. Всем удачи, всем спасибо, всем пока.